Это вот отварная стручковая фасоль. Она отваривается, туда добавляются грецкие орехи или другие какие орехи, добавляется луковица, все это перемалывается на мясорубке, отжички чуть-чуть, зубчик чесночка и вот, пожалуйста, вам намазка на хлеб. Вот одно из блюд, которые можно употреблять в Великий пост. В этом году у православных он начался 18 марта и продлится 48 дней до 5 мая праздника Пасхи. Я хочу поздравить всех с Великим постом. Это большая духовная радость. Поздравить наших братьев-мусульман. У них тоже идет пост. У нас, конечно, все намного проще. Но я хочу сказать, что смысл-то не только в идее, мои дорогие. Еда – это как средство к достижению, чтобы дойти до этих золотых ворот Царства Небесного. А цель поста – это духовная. Кого-то простить, кому-то помочь, над собой потрудиться. В дни Великого поста верующие воздерживаются от пищи животного происхождения. Это не только мясо, но и молочные продукты – сыр, масло, яйца. Растительная же пища позволяется любая. У нас отварная картошечка, запеченная картошечка, лук маринованный, наша любимая свекла, салаты свеклы с нашего покровского огорода, огурчики, помидорчики. У нас тут лечи, кабачковая икра, яблочки, фрукты у нас и всевозможные блинчики уже с начинками. Это и картошка с грибами, и гречка с грибами. Очень вкусно. Знаете, я сама не знала. И со всевозможными джемами, то есть детям что-то сладкое, варенички, также с квашеной капустой, с картошкой просто, картошка-грибы. Самыми строгими считается первая и последняя неделя. Однако священнослужители напоминают, пост – это не только ограничение в еде, это прежде всего духовное очищение. Именно добровольное, сознательное самоограничение ради освобождения духовных сил. Пост предусматривает не только воздержание в пище, но и отказ от развлечений. При этом священники призывают соблюдать меру, не впадать в крайности. Пост должен быть не на показ, показушным он не должен быть. Нельзя показывать себя, вот я постящийся, я грустный. Это в первую очередь не наказание, это то, что мы живые еще, слава Богу. И за это надо благодарить. Ну и еще одно просто, как вот 69 правило гласит, что если не постаешь, то причастись, то не имеешь права. Если ты пост этот не держишь весь, от первой недели до последней, то не причаешься. Это можно сделать между постами. По словам настоятеля храма, сильно ограничивать себя в еде не обязательно. Нужно учитывать состояние своего организма. Беременные женщины, дети, пожилые и люди с тяжелыми заболеваниями освобождаются от поста.